Всем доброго времени и суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. Ну и вот, сегодня пойдет речь вот об таких вот смазочек для безернационных, инерционных, там, мультипликаторных, ну я не знаю, как, ну короче, для рыболовных катушек, одним словом. Вот, фирма, мы видим бренд СФТ, я тут поехал как-то вчера в город Хабаровск по делам, заехал в магазин, чтобы купить себе другую смазочку, вот такую вот Дайва. Ну и тут вот увидел в магазине вот такие две смазочки. И почему решил я снять это видео, потому что очень много вопросов идет от зрителей моего канала, что вот какая-то альтернатива дорогим смазкам, а что-то там можете посоветовать, а кто-то говорит, что вообще-то можно все литолом, циатимом мазать, и разницы никакой нет. И, ну и вообще, грубо говоря, вот такие вот разные сомнения терзают мутные сомнения моих зрителей. Ну и вот я купил две такие смазочки, одна стоила что-то 150 или 180 рублей, вот эта зелененькая литий, насколько я понимаю, в своих познаниях невысоких в химии. По химии я не очень так шибко учился в школе, но зато в институте у меня почему-то пятерка была, но это ладно. И есть вот такой вот силикон, видите, тут еще температурные режимы написаны на них навсегда, 20 миллилитров, да, этот силикон. И вот этот, по-моему, что-то 480, что-то так цена непонятно. В интернете я не смотрел, по-моему, в интернете вот эта вот силиконовая тоже дороже. Ну и вот с чего начнем. Находятся они вот в таких вот находились упаковках, красненькая в красненькой, зелененькой в зелененькой. И вот я вам хочу зачитать и в то же время показать, потому что если кто-то вдруг будет сомневаться в моих словах, то здесь вот все написано. Высококачественная пластичная литиевая густая смазка для рыболовных катушек, дын-дын-дын-дын-дын-дын-барда, да, и вот предназначена для смазки валов, шестерен подшипников и их защиты от износа, окисления и коррозии. Ага, понятно все, вот это для чего она, да. Смотрим вот эту красненькую, которая дороже раза в два, тоже дын-дын-дын-барда, да, и предназначение для смазки валов, шестерен подшипников и других деталей, и не впитывает еще воду, дын-дын-дын-дын. Ну короче, назначение то же самое. О, как! То есть две разные смазки предназначены для одного того же, а грубо говоря, если сказать по факту, то якобы что, мазать ими можно все, ну как бы так. Ну просто вот еще дописали, что она там по влаге, туда-сюда типа, и все дела, и пластиковым деталям, ну и вообще, короче, крутая тема, короче. И тут они вот даже вот написали, это силиконовая кремниевая смазка, качество премиум образует, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Вот, читайте сами. Кому надо на паузу поставят, почитают. Вот. Ну, назначение у них одно и то же как-то так получается. Ну и давайте посмотрим, что это такое. Ну я для вас приготовил сюрприз. Это будет не просто какой-то там трололо, грубо говоря, это будет тест-драйв этих смазок. Вот. Потом, попозже я покажу. Я произвел их реальный тест-драйв, можно сказать, это тест-драйв от Тайменя. Вот. Такого еще никто на канале не делал, и такого вы не увидите. Это я сейчас сразу же сделал такой вот наглядный пример. Ну и давайте попробуем вот эту вот самую крутую, там, номер один, там, премиум класса, что вообще, короче, бомба. Вот. Открываем. Здесь они были такой фольгой залеплены. Выдавливаем. Вид у нее, видите, такой как бы рыхловатый, да? И когда ее начинаю размазывать, она вот даже не липнет, да? Видите, не прилипает прям такими остается, да? И когда я ее уже, это она вообще как сало. Все высыхает прям на пальцах. Вот. И такой тугой этот идет. Ну самое, что характерно, вот эта шляпа, вот эта смазка, имеет такой конкретный легкий запашок автомобиля. Вот. ГСМ, горюче-смазочных веществ. Вот. И что бы я хотел добавить, я примерно в жизни с чем-то встречался. Когда я первый раз в жизни купил безернационную катушку и начинал это смазывать, и шел к этому своим умом и своим путем. Нигде в то время не было ни интернетов, ни подсказов, ни видок смазок. Я через это все прошел, своего опыта. Так вот, эта смазка, почему-то, очень сильно мне напомнила Циатим 201, который сделают в городе Смоленске. Саня, с канала «Простая рыбалка», братан, тебе привет, видишь, Смоленск рулит. Хе-хе-хе. Вот Циатим 201. Вот. Применение для смазов поверхности и скользясь жения в точных высококинематических схемах, да, механизмов. Как раз вроде как бы совпадает для наших нужд. Так вот, если его открыть, то он получается одинакового цвета. Вот эта смазка тот же самый, что Циатим. Одинаковый запах и одинаковая, смотрите, рыхлая структура. Просто тупо в пулю в пулю. Циатим 201. Вот как получается. Может быть, я, конечно, на взгляд, и у меня нет каких-то там химических реагентов и все туда, и спектральный химический анализ я сделать не могу. Ну, а по ощущениям, по виду, по запаху, на руку это пуля в пулю обыкномерный 201-й Циатим, изготовленный для города Смоленска для кинематических там точных механизмов и схем. Вот как-то так, короче, уважаемые. Цена вот этого можно купить. Что-то стоит рублей 50. Этого 480 или 400 с чем-то. По крайней мере, я так купил. Вот, цена. Ну, по весу тут... А, 20 грамм. Ну, здесь 20 миллилитров. То есть, я, грубо говоря, примерно тот же самый... Это расфасовка весовая. Вот каким-то образом оказалось как-то так, уважаемые. Вот эта фирма СФТ вот так вот показала себя. Ну, это еще... Так, смотрим дальше, что у нас получается. Осталась у них еще вот такая литиевая смазочка. Открываем ее. Видите, синяя. Ну, вот это уже как бы... Смотрите, как она тянется. Видите, как резина липнет, скользкая. Вот она эта. Там пишут, что она там даже для силовых схем катушки, типа, где большие нагрузки. Да, вот она липкая. По идее, она как бы не должна выдавливаться, да, из-под главной пары. Вроде так. Вроде как. Ничего, ну, воняет она просто жестко. Вот такой запашара. Блин, меня просто убивает. Вот честно скажу. Похоже тоже что-то такое по вязкости, как на Mobil 1. Либо тоже на наш какой-то там циатин. Чувствую запах тоже какой-то русской сардепи, которой я еще не встречался. Вот. Тоже что-то похоже, как раньше синий циатин. Такой был. Не знаю, его маркировку или что-то. Тоже похоже. Оно воняет еще жестче. Воняет она примерно точно так же, как Литол-24. Даже еще жестче. У меня Литол поприятнее воняет. Можно сказать, почти не воняет относительно ее. Вот. Вот такая вот, короче, уважаемая получается петрушка. Ну и чтобы быть немногословным, да, и все дела, и говорить, что вот я тут чего-то говорю, что они плохие, без доказательства и все такое, я взял, сделал тест-драйв. Я просто взял свою катушку. Это Daiwa Certeid. Много шаров. Уважаемая всеми катушка. Высокого, как бы сказать, ценовой категории, класса, да. И я скажу, если даже эту катушку с таким количеством шаров и подгонки, ну, качество Daiwa, да, если ее даже вообще не смазать, или смазать каким-нибудь ГГ, да, то она все равно должна крутиться. Ну, и я взял, смазал вот этими смазками. Что получилось? Смазал я только одну главную пару. Понимаете? Только одну. Остальное я мазать все не стал. Я только смазал главную пару. Что получилось? Во-первых, от катушки вон такая идет. Вот прям на расстоянии метра это очень четко чувствуется, вытянутые руки, грубо говоря, да. Я вот такую катушку с таким запахом не хотел бы носить в своем рыболовном ящике, где бы у меня все воблеры, все мухи, все бы впитали вот этот, короче, запах бензозаправки или ГСМ, да, специфичный. И что получилось? Катушка делала вот так, когда крутанешь, делала 30 оборотов. Сейчас она просто нифига не крутится. Сейчас она делает оборотов больше, чем в два с половиной раза меньше. Представляете? Это я только одну главную пару смазал. Все, количество оборотов увеличилось, упало сразу же в два раза. Представляете? Просто в два раза оно снизилось. Ощущение, я скажу, я чувствую, что как-то главная пара трется неправильно, по металлу даже, вот идет чуть ли как ее выдавливать оттуда. Я прям чувствую. Все, она даже толком не крутится. Вот она все, колом сразу встает. Видите, ручка, вот тут уже ничего нельзя сказать, чтобы ручка под своим весом падала. Это все уже, можно забыть про это. То есть, это про то я вам рассказываю, что ход затруднился, а значит и чувствительность катушки и снасти в целом падает. Почему? Потому что когда вы тащите приманку, которая играет в облер, вы чувствуете прям даже по катушечке, вот как вы тянете легко, каждую вот эту поклевку, как у вас на руку отдается. А когда катушка нифига не крутится, это вы, конечно, даже не почувствуете какое-то щипание рыбы. У вас и так проблема, нужно приложить усилие, чтобы ее прокрутить. Вот. Получился вот такой стейс-драйв. Ну, думаю, это... Вот теперь я эту смазку еще попробовал. Ну, думаю, она такая липкая, пристает. Ну, думаю, ее поставлю вот сюда вот под коромыслы, да, в этот механизм самосброса. Ну, думаю, чтобы душка у дайвы вот так вот. Ну, не отскакивала, не клацывала. Думаю, она ее будет как бы демпфировать, держать. Что вы думаете? Я начинаю мазать эту смазку, да, грубо говоря. Она вообще не пристает. Она, по-моему, только к пальцам пристает. Ни к металлу, ни к пластмассе. Она просто скатывается оттуда, как вода. И все. Даже ничего толком она не пристает. Вот. Ну, запах дает просто бомбезный, грубо говоря. Вот. Провела такой тест-драйв наглядный. Как видите, результаты меня не впечатлили. Но, скажу так. Если кто-то уж и хочет смазать дешевыми смазками, пойдите уже в магазин, купите циатин, который дешевле. Даже 50 и 480. Ну, сами посчитайте, во сколько раз он дешевле. Хотя одно и то же, да. Купите литол, еще какого-то циатин, амобила-1, там, не знаю, что там еще, да. И смазывайте себе удовольствие вот этими смазками. Как правильно вам сказать, плохие или хорошие? Я не могу сказать, что они хорошие. Не могу сказать, что они плохие. Момент такой. Если катушку чем-то смазывать, скользящим, по-любому, износ будет меньше. Тут даже, ну, бесспорно, да, грубо говоря, как. Какая бы смазка не была, самая плохая, самая хорошая, в любом случае, эта смазка, это лучше, чем без смазки. Понимаете? И даже такая смазка такого качества, она все равно уменьшит трение и уменьшит износ вашей катушки. В принципе, надо вот такой момент тоже понимать. Если кому чего, вот я вам все рассказал. Рассказал вот про такие вот удивительные... и, конечно,